ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минусовая температура и сложные погодные условия не проблема для игроков и болельщиков, собравшихся на стадионе Нижний Новгород. Тем более, с первых минут команды пошли вперед и смотреть матч было действительно интересно. К сожалению, начало осталось за Томским клубом. На 21-й минуте Павел Кудряшов вывел свою команду вперед. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. Главный тренер рвал и метал и сказал, что если вы мужики, вы должны выйти и забрать эту игру, потому что она наша. Пришли болельщики нас поддержать. И игроки действительно оказались мужиками и забрали свое в конце встречи. На 83-й минуте Павел Игнатович переправил мяч в ворот от мячей, сравняв этим ударом счет. А спустя 6 минут Сергеев заработал пенальти. К мячу подошел Данил Фомин и вырвал такую нужную победу вторую подряд над командой с верхних строчек таблицы. Я считаю, что проявились действительно мужской характер. Когда ты вырываешь концовки, тут не важно, кто забивает. Главное, что команда выиграла. Насколько важна была эта победа в конце и перед вот в отпуск в финале? Я считаю, она была очень важна, потому что надо посмотреть результаты. Мы сейчас можем хотя бы уже вплотную приблизиться к четверке и со спокойной душой уйти в отпуск. Ты в интервью говорил про 15 очков, сейчас у тебя уже 10, может быть повыше платочку? Давайте пока... Я в отпуске подумаю над этим. Все, спасибо всех с победой. Поздравляю всех с победой. На самом деле, у меня сейчас слов немножко нет, эмоции. Не хотелось бы играть все время на нервах, но вот видите, как даботят иногда. Поэтому, на самом деле, честно говоря, комментарий такой, знаете, излишний, наверное, сегодня нужно играть с первых минут, так как они играли, как мы играли по концу, матч. Матч против Томи поставил точку в футбольной истории Нижнего Новгорода в 2018 году. А вышел он по-настоящему насыщенным. Сначала открытие арены, первые матчи, первые аншлаги на стадионе Нижний Новгород. Затем события планетарного масштаба, чемпионат мира по футболу, дни, когда весь город жил футболом. Ну а потом ФКНН в первых же матчей нового сезона ФНЛ начал завоевывать первые строчки в таблице, и люди продолжили ходить на стадион. Предлагаю подвести итоги первой части сезона ФНЛ и рассказать о том, как удалось выступить Нижнему Новгороду. Рекорды по посещаемости, борьба за верхние строчки ФНЛ, кубковые дежавю и акробатические кульбиты после голов от Павла Игнатовича. Именно так можно охарактеризовать первую часть сезона. Команда отлично начала чемпионат, не зная поражений на протяжении семи туров. Лишь в восьмой игре чемпионата нижегородцы уступили авангарду на домашней арене. На стадии 1-32 финала Кубка России ФКНН прошел Челябинск благодаря пенальти от Спетару. После этого последовали 6 матчей и спад. 4 поражения при одной победе над вторым Спартаком и ничьей с Химками. Ну а затем один из лучших матчей сезона Кубковое сражение с Уфой практически дежавю игры 2017 года. Снова серия пенальти и снова победа. Видимо, этот матч вдохновил нижегородцев, которые за 5 следующих игр одержали 4 победы и один раз сыграли в ничью. Затем последовал спад. 4 поражения в лиге плюс вылет из Кубка России от Урала. К счастью, из Пике удалось выйти в последних матчах чемпионата. Нижний обиграл две первые команды ФНЛ – Тамбов и Томь. Команда закачивает чемпионат на пятом месте, вплотную приблизившись к группе лидеров. Такая концовка дает хорошие перспективы на вторую часть сезона. Мы боремся за стыковые матчи и выход в РПЛ. Я считаю, что нашему тренеру должен удовлетворять такой результат, несмотря на то, что есть некоторые люди, которые говорят, что нужно что-то изменить. Я считаю, что это не так. Наша команда на верном пути. Я считаю, что с такой инфраструктурой и с такой игрой мы сможем выйти в РПЛ в этом сезоне. Игра кардинально поменялась. Наплыв страстей, можно сказать, на поле появился. Больше стали играть. Движение, тактики изменилось также. Сейчас команда вышла на новый уровень. Команда стала играть гораздо лучше, чем раньше. В принципе, входит в топ лучших команд. И, в принципе, есть шансы на выход в премьер-лигу. Мне очень нравится смотреть, как они играют. И смотреть вообще, что происходит на стадионе. А вот как концовку чемпионата оценил главный тренер команды Дмитрий Черышев. Сама отдача есть, желание есть. Хорошую игру показали с Уфой. Замечательно отыграли Станбогу. Но, понимаете, как играть вверх-вниз, вверх-вниз, это нельзя. Поэтому нужно обязательно иметь какую-то определенную линию и придерживаться. Ребята уже немножко поверили в себя. Становятся лидерами. И каждая вера в себя, вера в партнера, она важна для нашей команды очень сильно. Во время прямой трансляции заключительного матча 2018 года в эфире «Волги» зрители выбрали лучшего футболиста первой части сезона. Победу одержал голкипер Артур Анисимов. По мнению болельщиков, уверена, игра на последнем рубеже и привела к тому, что Нижний закончил год в группе лидеров. Ну а впереди та часть программы, которая будет посвящена хоккею. Начнем мы с «Торпедо». «Торпедо» провело отличную серию выездных матчей и порадов болельщиков. Ну а подробнее про эту серию расскажет мой коллега Виктор Седов. После международной паузы лидер КХЛ, автомобилист из Екатеринбурга, потерявший из-за повреждения основного вратаря Якуба Коваржо, чувствует себя несколько неуверенно, чем в полной мере и воспользовалась наша команда. Несильный наброс Юрия Сергеенко не таил в себе никакой угрозы. Но ошибка вратаря хозяев площадки подарила «Торпедовцам» первый гол. На последней минуте периода Стефан Дакоста сравнял счет, но он же в середине матча в своей зоне подарил шайбу Владимиру Галузину, и тот вывел на пустой угол Эндрю Кейлофа. А в заключительной третьем матче Денис Баранцев мощнейшим щелчком от «Синий» наказал саперника за грубость, установив таким образом окончательный счет в матче. 3-1 в пользу нижегородцев. Нам надо было первым отвечать от обороны, и потом, когда на атаке, надо идти на атаке. Я думаю, ребята очень хорошо бы поняли это сегодня. Второй матч уральского выезда проходил в Челябинске против местного трактора. «Торпедовцы» по традиции дали сопернику фору в две шайбы, и только затем начали играть в полную силу. Иностранный легион «Торпеда» выжил из пятиминутного удаления капитана хозяев едва ли не максимум. Сначала Эндрю Кейлоф сыграл на добивании, а затем Филип Хольм дважды дальними бросками заставил капитулировать Василия Демченко. В заключительной двадцатиминутке Кейлоф реализовал выход один на один. Третья шайба челябинцев обещала гостям трудную концовку, но Энди Миле добил соперника, забросив в пустые ворота. 5-3 очередная волевая победа «Торпеда». Следующий матч в Магнитогорске против «Менталурга» ожидался еще более результативным и оправдал ожидания. В стартовом игровом отрезке на гол Мэтта Эллисона через минуту ответил Никита Седиков. Второй период нижегородцы провалили. Два удаления, два гола, а между ними добивание в пустые ворота после неудачного отскока от Станислава Галимова. Преимущество в три шайбы хозяева льда до перерыва не удержали. Дамир Жоферов великолепным броском сократил отставание в счете. А в третьей двадцатиминутке наконец-то сработало и наше большинство, отличился Владимир Галузин. Зато большинство «Металургов» работало как часы. Эллисон с передачей Мазякина как под копирку повторили свой первый гол в матче. За пять минут до финальной сирены Жоферов очередным шикарным броском вернул надежду нижегородским болельщикам. Но, несмотря на все усилия автозаводцев, сравнять счет в этом красивейшем матче им не удалось. 5-4 поражение торпеда. Возвращение с Урала на берега Волги в Казань в гости к действующему чемпиону Акбарсу, прямо скажем, получилось ужасным. Первые два периода, как кошмарный сон и едва ли не единственное хорошее воспоминание, третье за два, к сожалению, проигранных матча шайба Дамира Жоферова, которая к тому же стала сотой в нынешнем чемпионате для автозаводцев. Не получилась у нижегородцев игра в обороне, не получились контратаки, не получилось большинство. 1-5 совершенно заслуженное поражение торпеда, которое следует как можно быстрее забыть и готовиться к следующим матчам. Ну а хоккеисты старта на стадионе Трут проводили встречу против Кировской Родины. Этот матч стал 82-м между командами. Из нашего следующего материала вы узнаете, как завершилась эта встреча. С первых минут матча нижегородцы пошли в атаку и долго ждать результата не пришлось уже. На 24-й секунде Евгений Неронов вывел старт вперед. Лучшее начало игры представить сложно. До перерыва в воротах Кировской Родины побывало еще три безответных мяча, авторами которых стали Гавриленко, Киселев и Кочетов. Хоккеисты Родины за первый тайм не создали ни одного опасного момента. На перерыв команды ушли при счете 4-0. Игра отличная, счет по игре, но, конечно, не хватает немножко драйва, да, немножко соперник послабее. Казалось бы, 4-0, куда больше драйва-то? Нет ответных таких атак, которые могли бы нас напрячь, да, но хотелось бы посерьезнее. Мы соскучились уже по голевой феерии, надеемся сегодня будет она. Во втором тайме игра стала динамичнее, несмотря на то, что в камбэк кировчан не верили, наверное, даже их болельщики. Обе команды сумели дважды отличиться. Преимущество в четыре гола после первого тайма старт не упустил. Итоговый счет 6-2. В Нижнем Новгороде хорошая хоккейная погода установилась, и лед более-менее качественно был. Поэтому старались держать темп, старались прессинговать соперников. Ну, использовали свои моменты. В принципе, в первом тайме получилось. Во втором, конечно, уже не доигрывали достаточно много моментов. Поэтому желательно хотелось бы счет, чтобы было побольше. В принципе, я доволен. Действительно, мы сегодня были выше соперника. Все-таки команда «Родина» более-менее молодая. Мы владели инициативой в первом тайме, в втором тайме. Но в втором тайме, это, может, ребята успокоились. Ну, а так, в принципе, результаты уже дали. В первом тайме болельщикам сказали, что было 4-0, но не было драйва. Никакой ответной игры. Вы согласны с этой точкой? Ну, болельщикам всегда надо, чтобы мы больше забивали. Но, понимаете, мы как бы владели инициативой, и игру держали под контролем. Что старт значит для Нижнего Новгорода и для Нижегорода? Старт – это история. Это самый исторический клуб в Нижнем Новгороде. Самый старый клуб, да, и, соответственно, большой историей. И всегда приятно ходить на стадион, болеть за команду. Это очень важный вид спорта для нас, для Нижнего Новгорода. Вот посмотрите, ну кто, какой вид спорта соберет на морозе минус 10 градусов? Хотя бы даже вот такое количество людей. Конечно, если будут результаты, старт будет жить, народу будет больше на свежем воздухе. Ну, для Нижнего Новгорода, во-первых, это команда, которая завоевала больше всех всяких медалей, в отличие от всех остальных нижегородских команд. Вот, поэтому, ну, очень большое значение имеет для города. Перед тобой стоит человек, который никогда не был на хоккей с мячом. Что-то ему скажет, что он 100% пришел на игру. Старт будет побеждать, это вид спорта очень интересный. И проверять себя на морозоустойчивость. В завершение футбольного календарного года – отличная возможность для игроков ВКНН собраться вместе и отдохнуть. Некоторые футболисты собрались вместе и решили сразиться с нижегородцами в интеллектуальном поединке. На раздумье около минуты. Тут же участники команды дебютанта сборной ВКНН начинают всей командой обсуждать возможные варианты. Конкуренты новую команду рассматривают с интересом. Все хотят знать, на что способны футболисты вне поля. Первый вопрос – и тут же победа. Однако некоторые вопросы оказались чересчур сложными. В целом атмосфера за столом царила дружелюбная даже чересчур. Самыми активными были Фомин и Аюпов, но у капитана Андрея Хребкова было свое мнение на этот счет. Даже пока не знаю, чтобы самооценка твоего умственного развития упала, мне кажется, только для этого. Мы пока угадали всего лишь 8 из 10, поэтому пока тяжело. Но мы будем пытаться дальше угадать, как бы стараемся. А для команды, ну, приятно узнать, кто у нас умнее. Пока четверо выпадает, а двое только нормально пока. Как у вас роли в команде распределились? Кто активнее всех себя ведет? Ну, мы попросили Семенова и Фомина просто не мешать нам, просто сидеть. То вот пока их роль такая, а все остальные пытаются угадать что-нибудь. А со стороны казалось, что Фомин активнее всех обсуждает? Ну, про вчера, как он ходил, еще как его рассказывает в основном, не по делу вообще. Впечатления двояки, очень приятно и интересно играть, но мы, как новички, что-то непривычно, тяжело пытаемся, но пока так. Пока тяжело все. Как у вас роли в команде распределились? Со стороны кажется, что ты чаще всех обсуждаешь? Ну, у нас роли у всех одинаковые, просто предлагаем варианты и там уже решаем, какой более близок или логически подходит нам. Ну, а на этом у нас все. И перед тем, как попрощаться, расскажем о том, что ждет нижегородские команды в ближайшую неделю. Хоккеисты «Торпеда» в первый день зимы на домашнем льду примут одного из принципиальных соперников – Московская «Динамо». Уже 4 декабря автозаводцы отправляются в Санкт-Петербург на матч с местным СКА одной из сильнейших команд России. 6 декабря нижегородцы будут гасить в Республике Беларусь и проведут матч с Минским «Динамо». Волейболисты АСК 1 и 2 декабря проведут спаренные матчи против Тюмени. Футболисты «Орхима» также в первый день зимы проведут домашнюю встречу против уфимского клуба «Алга». Ну а на этом у нас все. И если с футболом мы прощаемся до марта, то с вами только до следующей недели. И помните, что спорт – это самое лучшее увлечение на планете Земля. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!